В прошлый раз мы обсуждали извлечение данных с веб-сайтов, ну и это такая довольно-таки деятельность, когда вам нужно вытащить данные в таком формате, в котором вы это хотите, при том, что те люди или организации, которые эти данные размещены, вообще говоря, не сильно заинтересованы в том, чтобы вы эти данные получили именно в том виде, в котором вы их хотите. Например, если это просто какой-то обычный сайт, то он, скорее всего, живет за счет рекламы, и ему выгодно, чтобы на этот сайт заходили живые люди и смотрели на страницу, потому что они тогда смотрят рекламу. Но при этом не очень выгодно, чтобы это делали роботы типа тех скриптов, которые мы пишем. И, в принципе, разработчики сайтов могут как-нибудь бороться с этим самым веб-скрепингом, но довольно часто просто не заморачиваются, иногда борются, но не сильно. Есть, например, стандартный способ, когда вы обращаетесь к какому-то сайту, помимо того, что вы говорите у этого сайта, что я хочу получить такую-то страницу, вы ему еще передаете некоторую дополнительную информацию, в частности информацию про то, кто вы такой. Ну, кто вы такой, это не значит, что вы передаете паспортные данные свои, а это означает, например, что вы передаете информацию о том, из какого, какое приложение делает этот запрос. И эта штука называется user-agent. И, например, если я делаю запрос из браузера, то в строчке user-agent у меня будет содержать информацию про то, что это за браузер, какой версии и так далее. Это бывает полезно для сайта понимать, какой браузер у него запрашивает информацию, потому что, например, теоретически он может оптимизировать свой код под разные браузеры, делать код немножко по-разному. Но, в частности, одна из вещей, для которых это используется, это такая очень простая защита от веб-скриппинга. Дело в том, что, когда вы делаете запрос из-под питона, то он так и говорит, здравствуйте, я питон, отдайте мне вот эту страницу. И, соответственно, разработчики сайта могут сказать, ну, раз ты питон, то никакую мы тебе страницу не дадим, потому что мы хотим обслуживать людей. И это довольно часто очень легко обходится. Значит, если открыть Google и набрать что-нибудь вроде fake user-agent requests, то тут найдется какой-нибудь готовый кусок кода. Вот, например, вот такой. Здесь в числе заголовков. В прошлый раз мы уже обсуждали, что можно использовать этот вот headers. Это дополнительные заголовки, которые сопровождают ваш запрос. В прошлый раз мы это использовали, например, для того, чтобы получить содержимое сайта с другим языком. Но можно точно так же обменять то, как вы представляетесь. И довольно часто этого хватает. То есть довольно часто, если вы видите, что, когда вы пытаетесь сделать запрос к странице из-под питона, страница возвращает ошибку, а когда вы заходите на ту же страницу просто браузером, то все прекрасным образом работает. Очень большая вероятность того, что достаточно сделать вот такую вот нехитрую манипуляцию, подменить свой юзер-агент и после этого все заработает. Но, может быть, не заработает. У меня сейчас нет, я как бы, мне не на чем сейчас показать это, потому что у меня нет под рукой какого-нибудь такого сайта, который бы вот именно таким образом сопротивлялся бы скреппингу. Но вы с таким можете столкнуться в своей практике. Вот, но, собственно говоря, это было лирическое отступление, потому что поговорить я хотел как раз про прям противоположную ситуацию, а именно про историю, когда какая-то организация или человек размещает какие-то данные, про которые предполагается, что они будут открываться с помощью скриптов. Ну, в целом, данные в таком более машиночитаемом формате. То есть данные рассчитаны не на человека, а именно на программу. Довольно часто доступ к таким данным осуществляется с помощью штык, который называется REST API. API расшифровывается как Application Program Interface, то есть это как бы интерфейс для программ, для приложений. Как расшифровывается REST, я, честно говоря, не помню, это не очень важно. Вот, ну, или иногда просто говорят API, хотя в самом себе слово API имеет чуть более широкий смысл. Вот, в общем, короче говоря, давайте посмотрим, как все это работает. Ну, давайте в качестве примера возьмем, например, OpenStreetMap. Вот, допустим, мы хотим сделать такую штуку. Мы хотим получать, значит, преобразовывать адреса, которые написаны в каком-то обычном человекочитаемом формате, преобразовывать их в просто долготу и широту. Ну, вот, вполне такая естественная задача, когда у вас есть там какой-нибудь список адресов, и вы хотите поставить точки на карте или что-то про эти точки понять. Ну, в общем, короче говоря, вам нужна какая-то, вам нужны какие-то конкретные координаты. И это делается с помощью сервисов, которые называются геокодерами. И я сейчас буду использовать геокодер, который предоставляется OpenStreetMap. Ну, там это, наверное, не самый лучший геокодер. Он хорош тем, что он бесплатный, и им можно пользоваться свободно. Я раньше показывал такую же штуку, например, яндексовского геокодера. Но в какой-то момент я прочитал их Terms of Use и обнаружил, что он очень какой-то запретительный, типа того, что данные, которые вы скачиваете, нельзя сохранять и нельзя никак использовать вообще. Хотя это, конечно, никто не может проконтролировать, и я решил, что можно рассказывать про что-то другое. Ну, собственно говоря, сейчас я просто зашел на сайт этого самого OpenStreetMap, точнее, этот геокодер называется nominative OpenStreetMap. Вот, ну, это, значит, здесь мы можем просто делать запросы из обычного интерфейса. Давайте чего-нибудь я попробую найти. Кстати, не знаю, с русским языком он сейчас будет работать или нет. Да, нашелся. О, он нашел кафе «Груша» на Покровском бульваре. Отлично. Этого давно не было. И, значит, точно такой же запрос можно сделать не с помощью браузера, а можно сделать автоматически. Собственно говоря, вот результат этого запроса. И это результат, который нам вернули в формате, который называется JSON. Значит, давайте мы сейчас на него будем смотреть. Ну, на самом деле, если просто посмотреть глазками, то видно, что это какой-то текст, который очень похож на питоновский код. То есть, смотрите, здесь тоже есть какие-то квадратные и фигурные скобки. И вот, например, вот эта вот штука в фигурных скобках, она ужасно похожа на словарь. Да, видно, что здесь есть какие-то ключи, какие-то значения. Строчки обернуты в кавычки. Значения могут быть числовыми, тогда они ни во что не обернуты. Могут быть тоже какими-то строчками. Ну, в общем, все довольно знакомо. Вот эти вот квадратные скобки, судя по всему, обозначают список. То есть, в общем, это все ужасно похоже на питоновский код. Ну, вот давайте посмотрим, как это работает. Значит, нам нужно... Давайте я просто... Какая-то, кстати, что такое... Это запрос, это то, как он обрабатывал. Ну, ладно, это меня не очень интересует. Давайте посмотрим в документацию этого номинатива. Вот. Собственно говоря, это... Давайте тоже ссылочку сейчас пришлю. Если вы хотите... То есть, как бы, если вы понимаете, что интересующая у вас информация доступна через такое API, и вы хотите как-то получить доступ к этой информации, ну, скорее всего, первое, что вам нужно сделать, это найти документацию и в нее посмотреть. Значит, ну, вот, дальше самое главное, что вы хотите в этой документации, это, на самом деле, найти какой-нибудь пример. Вот. Примеры запроса. Ну, и давайте на этот пример запроса посмотрим. Ну, какой-то интересный тут пример запроса. Сейчас, а могут они мне... А, да, вот мне, пожалуй, даже нравится больше вот этот вот пример. Вот. Значит, смотрите. Давайте еще раз посмотрим на вот этот адрес. Как я уже говорил, вот эти адреса, они называются URL, они состоят из нескольких частей. Значит, это протокол, это название сайта. Дальше идет информация о том, к какому именно ресурсу на этом сервере мы хотим обращаться. И вот здесь, значит, важная такая вещь, что вот здесь есть какое-то название этого ресурса, как бы это название страницы. В данном случае мы обращаемся к ресурсу, который называется search. А дальше после знака вопроса перечислены некоторые аргументы, которые мы передаем. То есть вот эти вот API – это что-то вроде запуска функции, но только когда вы запускаете функцию, она является частью вашего же кода, ну или по крайней мере кода, который запускается на вашем компьютере. А когда вы обращаетесь к API, вы фактически запускаете какую-то функцию и передаете ей какие-то аргументы. Но при этом эта функция находится где-то на другом сервере. Ну и вот, собственно говоря, аргументы передаются вот здесь, после этого знака вопроса. И эта передача аргументов устроена очень похоже на то, как устроены словари. Значит, вот здесь вот видно, что у меня есть ум – это название этого параметра, который я передаю. Дальше знак равно и дальше значение этого параметра. Потом амперсант, потом значение следующего параметра и так далее. То есть фактически передается словарь. Давайте я немножко по-другому на самом деле сейчас сделаю тут. Давайте я скажу, что вот эта часть. Обычно вот эта вот часть до знака вопроса называется entry point. Это просто название функции, к которой мы обращаемся, грубо говоря. А дальше есть вот эти вот параметры. Но меня сейчас из параметров интересует… О, это пусть будет запрос. Давайте я просто попробую. Что я там искал? Москва. Покровский бульвар, дом 11. И давайте отдельно я сделаю формат. Давайте, раз я начал говорить про JSON, давайте дальше будем говорить про JSON. Значит, фактически я сейчас передаю часть, которая похожа на вот эту вот часть. Только здесь вот формат XML. Я чуть позже скажу, кто такой XML. И я передаю, соответственно, вместо формат равняется XML, формат равняется JSON. Ну, а это мне пока не нужно. Это какие-то дополнительные параметры. Давайте их пока не будем использовать. А, значит, и давайте я сделаю requests. Import requests. И давайте я просто сделаю request.get. Entry point. Что-то в таком роде. Интересно, правильно или неправильно? Response 200. Да, видимо, правильно. Значит, вот нам вернулся ответ сервера. Если я сейчас посмотрю на содержимое этого ответа. Ну, вот видно как раз, что нам вернулось. Это видно, что это как раз какой-то текст, который очень похож на питоновский код. Ну, собственно говоря, я могу сделать текст, посмотреть. Вот он. Ну, понятно, что обрабатывать вот эти данные именно как длинную текстовую строку ужасно неудобно, потому что мы бы хотели бы, конечно, работать с ней не как со строкой. То есть спрашивать ее не то, что у нее находится там на 12 месте, 12 символе, а как-то в более структурированном виде это все обрабатывать. И для этого нам нужно декодировать эти данные из формата JSON в внутреннее питоновское представление. И это можно легко сделать. Для этого нужно использовать... Ну, во-первых, в питоне есть отдельная библиотека для работы с JSON. Но в данном случае есть просто штука, которая... Ну, то есть библиотека request автоматически подгружает библиотеку для работы с JSON. И, соответственно, если вам сервер вернул ответ именно в формате JSON, то вы можете его распарсить вот таким вот образом. Сейчас слышно меня? А то мне тут говорят, что интернет неустойчивый. Да, слышно. Отлично. Если вдруг меня перестанет быть слышно, вы мне скажите, я повторю все, что пропало. Не очень устойчивый интернет, к сожалению. Вот. Ну, давайте посмотрим, как с этим JSON работать. Давайте я как-нибудь назову эту дату, пусть будет. Значит, ну, на самом деле, если посмотреть, какой тип сейчас у этого объекта, то видно, что... Ой. Это просто список. Ну, и, собственно говоря, мы это видим просто потому, как он выводится. Вот эти квадратные скобки. Это изначально было видно. Значит, есть некоторые разницы между JSON и Python-овским представлениями данных. Например, в JSON-е вот эти вот кавычки обязательно должны быть двойными. В Python-е можно использовать одинарные кавычки, можно двойные, а в JSON-е обязательно двойные, иначе он будет ругаться. Изначально JSON возник как некоторое подмножество языка JavaScript, но сейчас он используется как один из таких форматов, который позволяет закодировать какие-то структурированные данные, закодировать их так, чтобы кто угодно мог их прочитать. Это такой довольно универсальный способ. Поэтому, с одной стороны, он универсальный, с другой стороны, формат очень простой с точки зрения его обработки. И поэтому он стал очень популярным. Ну, собственно говоря, давайте дальше смотреть на вот этот объект data. Например, если я посмотрю на нулевой элемент в этом списке, то есть на первый элемент, элемент с индексом 0, то видно, что это какой-то словарь. Давайте посмотрим, что это словарь. И дальше, опять же, видно, что у нас у разных ключей здесь бывают разные значения. Бывают значения строковые, бывают числовые. А вот, например, есть bounding box, у которого значение само по себе является словарем. Видите, это словарь, который состоит из координат. Они, правда, почему-то закодированы в виде строчек. Не знаю почему, в принципе, JSON прекрасным образом поддерживает вещественные числа вроде бы. К примеру, мне казалось, что он должен поддерживать вещественные числа. Дайте я посмотрю, может, не поддерживают. Нет, поддерживают. Да, поддерживают. Непонятно. Ну, ладно. Решили закодировать почему-то вещественные числа в виде строчек. В общем, короче говоря, получается такая структура, которая может быть сколь угодно сложной. Ну, вот это вот довольно простой JSON. Но, в принципе, эта структура может быть довольно сложной. То есть там может быть список, который состоит из словарей, у которых элементы являются словари, у которых элементы являются списки, у которых элементы являются словари. В общем, все, что хотите. Ну, а дальше мы можем как-то это обрабатывать. Ну, собственно говоря, чем хорош JSON? Тем, что вы сделали, фактически писали одну вот такую строчку, и дальше вы получили просто обычный питоновский объект. Вам, в принципе, больше не нужно ничего думать про то, как его там распарсить. Вы просто с ним дальше работаете обычными средствами питона. Ну, например, давайте посмотрим на все вот эти вот объекты, которые нам вернулись. Ну, например, я хочу посмотреть. Давайте просто я хочу выдать их в список. Да, здесь видно, что у каждого объекта есть display name. И давайте я просто пройдусь в цикле. Вот. Да, ну, вот они все наши корпуса. Ну, хорошо, может быть, не все, но, по крайней мере, какие-то. Вот. Вот нам нашли. Соответственно, дальше можно что-то еще делать. Например, здесь видно, что есть как раз те самые координаты, которые нас интересовали. И с ними тоже можно что-нибудь поделать. Ну, только там нужно будет их преобразовать из строчки в число. Ну, в общем, дальше, я думаю, более-менее понятно, как действовать. Значит, здесь можно было бы получить более сложно устроенный объект. Ну, скорее всего, если вы хотите просто превратить адрес в точку, то, скорее всего, вам хватит вот этого аутпута. Вот. Но, в принципе, номинатив, он выдает больше географических данных. Сейчас, допустим, если я хочу какой-нибудь геоджесон. А, вот он, геоджесон. Формат нужно поменять. Давайте посмотрим на то, как устроим геоджесон. Ну, да, эта штука чуть-чуть посложнее устроена, хотя, в общем-то, содержит в себе примерно ту же самую информацию. Например, он содержит информацию по поводу того, что за тип объекта он нашел, видите, категория объекта здания, тип объекта университет и все на свете. В целом, OpenStreetMap – это такая великая база географической информации. Главное, что она свободна для использования, наполняется добровольцами по всему миру, довольно используется во всяких разных приложениях. Вот. Ну, вот это простейший пример работы с такой API-шкой. Как видите, это было бы, как видите, такая работа гораздо проще, чем если бы нам нужно было разбираться в том, ну, вот, как-то вот, допустим, из вот этой вот страницы вытаскивать информацию про координаты конкретной точки. Она тут наверняка где-то есть в исходном коде, но, естественно, вытащить ее гораздо проще из вот этой API-шки, где уже эти данные фактически в готовом и удобном для восприятия в виде восприятия с точки зрения компьютера. Вот. Значит, это что касалось JSON. Давайте я покажу вторую штуку, а именно помимо JSON-а второй популярный язык разметки, второй популярный формат, который встречается при работе с такими API-шками, это формат XML. Давайте я покажу на примере все того же запроса. Значит, я просто меняю параметр формата на XML, и давайте посмотрим, что нам теперь вернется. Так, запрос прошел успешно. Давайте смотреть, что нам там вернулось. Давайте просто распечатаю это. Ну, собственно говоря, если открыть сейчас этот код, то тут видно, что то, что нам вернулось, очень похоже на HTML. Тоже есть какие-то в угловых скобках какие-то теги. У этих тегов есть… Ну, вот видите, здесь тег начался, и где-то он тут должен закончиться, видимо. Вот эти вот штуки – это атрибуты тегов. Вот видно, что здесь есть тег place, например. У него есть идентификатор, есть еще какие-то дополнительные свойства. Вот. В общем, вот такая вот штука. Значит, эта штука называется XML, кстати, был Markup Language. Ну, и в отличие, собственно говоря, какая здесь, какие у них отношения с HTML. Там, на самом деле, довольно все запутанно. Но, грубо говоря, HTML – это XML-подобный язык, разметки веб-страниц. XML – это такой, как говорят, метаформат. Это такой способ описания структурированных данных. Ну, вот в HTML есть конкретные значения у тегов. То есть, если вы написали тег P в HTML, то это означает, что вы хотите создать абзац. А если вы написали тег A, то это означает, что вы хотите создать ссылку. В XML изначально значения тегов никак не установлены. То есть, каждый разработчик может сам придумывать собственный смысл для тегов, свои теги, а сохраняется только вот эта общая структура, что есть теги, они заключены в угловые скобки. У тегов могут быть атрибуты, могут не быть. У атрибутов значениями являются строки. И внутри тега может быть какой-то другой тег. Ну, собственно говоря... Давайте я какой-нибудь... Это сейчас, на самом деле, не очень интересное. Не очень интересное, кажется. XML-ка выдалась. Хорошо, давайте я добавлю поликон GeoGeson, чтобы получить более интересную XML-ку. Кстати, можно посмотреть, какой адрес у нас в результате получился. Вот видно, что request автоматически превращает вот этот вот argument params. Он автоматически его дописывает, как будто он добавляет сюда знак вопроса и дальше автоматически дописывает все эти самые параметры в том формате, в котором это должно быть закодировано в адресе, в URL. Заметьте, кстати, что он нам превратил вот эту строчку Москва-Покровский бульвардом 11, он нам ее превратил в какую-то не очень понятную строчку. Но дело в том, что когда стандарты для URL-ов придумывали, никто особо сильно не заморачивался с тем, чтобы там были какие-то символы, кроме символов ASCII, то есть латинских символов, символов латинского алфавита. И предполагалось, что любые другие символы будут кодироваться в виде их кодов. И как раз вот эта вот длинная строчка с процентиками – это способ закодировать вот эту строчку. Ну, собственно говоря, вот здесь вот видно, что по всей видимости здесь используется как раз сейчас Unicode, UTA-8, кодировка. Ну, вот эти вот D0, 9C, D0, BE и так далее – это просто коды соответствующих символов. Ну, а вот, например, вот этот, вот эти штуки, они просто превратились, вот, например, в формат XML, он просто превратился в строчку формат равняется XML. Ну, и вообще в целом вот это предпочтительный способ, как передавать параметры. Теоретически вы могли бы сами попробовать вот такую вот строчку изготовить. Ну, просто там сказать, что вот у вас аргумент такой, это равен такому значению и так далее. Так делать не рекомендуется, потому что, по крайней мере, вот эта библиотека гарантирована, что она правильным образом все закодирует. Например, представьте себе, что у вас внутри вашей строчки встречается символ амперсант, который имеет здесь специальный смысл. Он здесь разделяет поля. Ну, соответственно, это означает, что его нужно как-то закодировать. Вот. Вы, если вы будете сами эту строчку формировать, вы не предусмотрите все возможные ситуации, когда вам нужно что-то как-то специально закодировать. А тут это уже все гарантированно предусмотрено. Вот. Но давайте вернемся к тому, что мы при этом видим. Ну, вот здесь вернулся какой-то более содержательный XML. Ну, давайте посмотрим, как она выглядит. Значит, для того, чтобы вот эти XML-ки распарсивать, можно использовать ту же самую библиотеку BeautifulSoup, которую мы уже использовали. Давайте я ее тоже вызову. Единственное, что здесь нужно передать второй аргумент – features.xml. Ну, чтобы BeautifulSoup понимал, что мы распарсиваем не HTML, а именно какой-то XML. Давайте. Чтобы как-то посимпатичнее его распечатать, здесь можно использовать вот этот метод Praetify. Ну, видите, конечно, он довольно странно все это закодировал. Ну, ладно. Ладно, давайте я буду использовать обычный. Не знаю, сейчас, ну-ка, как это все выглядит-то. Полигон. Что-то он не совсем такой формат выдает, как здесь. Да, похоже, что у них в примере не такой ответ, как он должен быть, как он на самом деле возвращается. Мне кажется, здесь в примере ошибка. Сейчас давайте посмотрим, какие есть полигонка mail, может быть. Ну-ка. Да. Вот, это посимпатичнее будет. Вот, значит, здесь видно, что как раз внутри этой HTML-ки, внутри этого XML-а он, значит, описывает объект. Ну, вот, например, здесь видно, что координаты находятся внутри какого-то tagpoint, он в свою очередь внутри какого-то taggeo.com и так далее. А, вот здесь вот, кстати, можно посмотреть, значит, здесь есть, как объект отображается на карте. Он же ведь отображается не в виде точки, а он отображается в виде какого-то многоугольника. И здесь вот написаны координаты, по всей видимости, углов этого многоугольника. Не знаю, что такое linear ring, честно говоря. Вот, но здесь видно, что содержится именно информация не просто про точки, а про то, как этот объект нарисовать. Вот, ну, собственно говоря, мне трудно сейчас придумать какое-то приложение, где это могло бы понадобиться, но мало ли, например, вас интересует не просто, допустим, вы изучаете какие-нибудь озера и вы хотите посмотреть там на площади этих озер. Тогда вам, конечно, полезно знать не только точку, но и какую-то дополнительную информацию про то, как это озеро устроено. Вот. Ну, и, собственно говоря, дальше наша работа с вот этим объектом, она очень похожа на работу с... значит... на работу с HTML-ками. Например, вот я могу найти все... Давайте найдем все объекты типа place. и, допустим, внутри этого place я могу найти объект типа point. А, нет, так, конечно, не могу, потому что это список. Так, ну, здесь видно, что на самом деле этот объект типа... значит, тег типа point, он содержится не внутри всех объектов, которые нам вернулись, а только внутри двух. Не знаю, почему так. Надо смотреть, как он их рисует. Но, по крайней мере, дальше можно. Значит, если он такой есть, давайте мы оставим только те, которые есть. Можно сделать вот так. И внутри него еще найдем coordinates. Дальше можно, например, взять у него текстовое содержимое. Можно разделить по запятой. Ну, вот мы получили, например, координаты этих объектов. Вот. Ну, вот примерно так устроена работа с XML. Как видите, не сильно сложнее, чем просто работа с HTML. Собственно говоря, не сложнее. Так же. Вот. Ну, и это такие... Примеры работы с API достаточно беспроблемные. У нас сейчас никаких особенных проблем не возникло. Понятно, что на практике все может быть сложнее, начиная с того, что первое, с чем приходится столкнуться, это что не все API хорошо задокументированы. Довольно часто вам нужно просто как-то разбираться методом тыка. Как оно устроено, даже если оно, в принципе, существует. Вот. Но, тем не менее, довольно часто и это лучший способ, чем там пытаться распарсировать какие-то страницы. Вот. Не ко всякому API есть доступ просто такой бесплатный. Ну, вот я сейчас специально взял номинатив, потому что это изначально часть проекта OpenStreetMap. OpenStreetMap изначально такой проект, который что-то такое на тему открытых данных, которые собираются всем сообществом, на благо всего сообщества. В общем, какая-то такая штука, когда данные доступны бесплатно. Далеко не все данные так доступны. Иногда вам может потребоваться просто купить доступ к какому-то API. Ну, вот мне как-то нужно было сделать типа 200 запросов в Google или что-то в этом роде. И я сначала я пытался просто подключиться к их веб-интерфейсу, но потом я понял, что они борются с автоматическими запросами к их веб-интерфейсу, к обычному веб-интерфейсу и как-то понял, что мне не очень получается это обойти и как-то не хотелось обходить. Вот. И потом я заметил, что у них просто есть платный API, который позволяет в автоматическом режиме обращаться к их поиску. Ну, и я там у них купил, кажется, за 5 долларов купил эти 200 запросов и их выполнил. не то, чтобы это было совсем дешево, но для моих целей было вполне нормально. Вот. Такое бывает, что вам нужно покупать доступ к каким-то API-шкам, и потом вы можете им пользоваться. Вот. Ну, из каких-то любопытных вещей, например, есть API ВКонтакте, которым вы можете … Я не знаю, они с течением времени, они как-то разные источники данных постепенно урезают доступность этих данных. Когда я много лет назад начинал читать этот курс, у меня было какое-то очень оптимистичное представление о том, что от открытых данных будет становиться все больше и больше. на практике данных, кажется, становится больше, но доступность их становится не больше. В частности, социальные сети, которые изначально были довольно открытыми, со временем стали становиться все более и более закрытыми по отношению к автоматической выработке данных. Из Facebook сейчас вообще толком никакой информации не вытащить, из ВКонтакта можно вытащить, у них есть API-шка, но там тоже есть всякие ограничения. Обязательно нужно регистрироваться. В принципе, вот эти API-шки, допустим, ВКонтакте, они, конечно, нужны не для того, чтобы исследователи вытаскивали какие-то данные, а они нужны для того, чтобы разработчики могли делать приложения, которые взаимодействуют с ВКонтакте, и поэтому здесь предполагается, что вы будете делать именно какое-то приложение, и дальше возникает вопрос, какие права будут у этого приложения, что оно может делать, может ли оно работать, допустим, от имени какого-то пользователя, если вы пишете что-то типа бота, который там будет, допустим, отвечать на запрос клиентов. от этого зависит от того, как вы дальше строите взаимодействие с сайтом, зависит от тип приложения, которое вы должны использовать. В общем, дальше количество всяких разных возможностей, которые в качестве данных, которые вы можете скачать стал луризаться, но что-то еще можно сделать даже в открытом режиме. Например, там можно получить, наверное, скажем, граф своих друзей, посмотреть, с кем вы дружите, посмотреть, кто дружит с кем и так далее. Что такое, по крайней мере, раньше было возможно, сейчас я не уверен, насколько это возможно, надо смотреть, потому что ситуация меняется очень быстро. Но в любом случае какие-то данные можно выключить, у меня даже студенты в курсовой писали по данным с ВКонтакта. Что вам еще веселенье показать, какие опишки. у Википедии есть опишка. «Википедии» «Википедии» такая немножко. Тут тоже нужно разбираться, потому что у этой опишки очень много возможностей. Давайте пробуем что-нибудь сделать с Википедией. например, я хочу получить все статьи из какой-то категории. Давайте посмотрим. «Pages from category members». Как правило, проще всего начинать работать с опишками, когда у вас есть пример какого-нибудь запроса. Дальше вы можете уже с этим запросом начать работать. Давайте попробуем. возьмем русскую Википедию, возьмем какую-нибудь категорию в русской Википедии. «Македонские цари». Много их там. Ладно, нам хватит. Давайте я все это позакрываю. вот опять же здесь есть пример адреса. Здесь используется сейчас в качестве сайта MediaWiki.org, но я хочу, конечно, не с MediaWiki.org, я хочу с русской Википедии. дело в том, что все Википедии, они работают на одном и том же сайтовом движке, который называется MediaWiki. Ну и, собственно говоря, в Вики страничка масс-инфо тоже работает на том же движке. И там у них одинаковая IP, поэтому я просто заменил название одного сайта на название другого сайта. И давайте добавим параметров. Значит, ActionQuery List CategoryMembers 7Title. Значит, что я хочу? Македонские цари. Так, request get. Давайте посмотрим, что нам там вернулось. Ой, нам вернулась HTML-ка, потому что, на самом деле, мне нужно здесь еще передать параметр формат. Ну, давайте пусть будет JSON. Да, вот, вернулся какой-то JSON-чик. Значит, это не всегда так, не всякая API-шка умеет возвращать данные в разных форматах. Ну, вот, сейчас, по крайней мере, IP MediaWiki умеет возвращать данные в формате JSON, умеет возвращать данные в формате XML. Ну, вот, я попросил попросил вернуть данные в формате JSON. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. JSON. Окей. Значит, нам вернулись, да, но, смотрите, значит, нам вернулось, на самом деле не все содержимое этой категории, а только начало. Дело в том, что, ну, такое довольно часто бывает, когда вы пытаетесь запросить много данных, вам, скорее всего, сразу все данные не вернут, вернут только какой-то кусочек. это очень похоже на то, что происходит, когда вы, допустим, просто на сайте чего-нибудь ищете, допустим, вот в Google ищите какой-то запрос. Понятно, что вам не выдадут все сразу результаты всего интернета, а выдадут какую-то, как говорят, страничку с пагинацией, то есть разделенную на отдельные страницы, и вы там можете кликать, дай следующий результат, дай следующий результат и так далее. И вот в случае с API-шками бывает ровно то же самое, правда, механизмы этого бывают разные. Например, может быть такой параметр offset, который говорит, что я хочу сейчас получать данные не сначала, а с 20-го места, с 30-го места или что-нибудь в этом роде. Но вот в случае с MediaWiki тут немножко другой механизм. Они используют вот такую вот штуку, здесь есть поле 7-continua, это как бы ссылка на следующую страницу. И если я добавлю вот эти два поля в мой запрос, на самом деле, кажется, достаточно вот этого поля, точно не уверен, то он мне выдаст данные не сначала, а вот с того места, где остановился предыдущий запрос. Давайте попробуем это сделать. То есть если я сейчас в парамс добавлю. Давайте я просто сделаю такую вещь. Парамс апдейт. Значит, метод апдейт это метод словаря, который, я напомню, он просто добавляет в словарь те поля, которые есть внутри вот этого словаря. В данном случае я просто к моему запросу добавлю еще вот этот 7-continua и вот эту вот, вот такую вот штуку. И давайте я сделаю еще раз сделать тот же запрос. Давайте посмотрим, что мне теперь вернулось. ну да, это явно следующая страница. Здесь все закончилось на аминта первой, а дальше продолжается все, начиная с аминта второго. Давайте попробуем прощелкать до конца. Посмотрим, что получится. Значит, что я должен сделать? Я должен просто сделать такую вещь. Я, кстати, не знаю, что произойдет в тот момент, когда он совсем дощелкает до конца. Давайте попробуем сделать бесконечный цикл, а там разберемся. Скажите, какая-нибудь ошибка вылезет. Значит, в этом бесконечном цикле я хочу... Значит, что меня интересует? Меня интересуют, допустим, вот эти вот названия, title. Давайте я как-нибудь сейчас их вытащу из этого JSON. Значит, это что такое? Этот JSON, это на самом деле словарь. Внутри этого словаря нужно посмотреть на query. В этом query нужно посмотреть на категории members. Это уже будет список. Ну и давайте мы просто от этого списка возьмем... От каждого элемента этого списка мы возьмем значения... Эти элементы этих списков это... это словари. Мы от этого словаря берем просто запись с ключом title. ну и давайте... Значит, я написал какой-то код, который мне этот списочек возвращает. Давайте я сразу скажу, что пусть у меня будет изначально title с пустой. И дальше я каждый раз буду этот title добавлять к нему элементы, которые только что нашел. Вот они. и дальше я сделаю... обновлю параметры и... и все. Давайте какой-нибудь принт добавлю. Все закончилось тем, что у нас просто нету, в очередной раз нету continue в нашем JSON. В тот момент, когда мы дошли до конца, его просто там нету. давайте я сделаю, чтобы у меня не было бы здесь такой ошибки. Давайте я сделаю... Ну, хорошо, давайте я не буду повторяться с вызовом rgso. Давайте я сразу сделаю это один раз. Например, будет вот так. все, видимо, дошли до конца и давайте посмотрим на список, который у нас получился. Ну, вот, получился какой-то список, вполне себе похожий на то, что мы видим, когда открываем просто эту категорию в браузере. вот, ну, конечно, можно было эту категорию вытащить и, опять же, обработка HTML, но работа с API часто все-таки более эффективная. Вот, ну, вот, вроде бы не шибко сложный код получился, но тут как бы нужно понимать, что каждая, каждая такая API-шка это отдельное приключение, потому что вы, ну, как бы вам нужно когда вы заходите на сайт, вы просто заходите на сайт, если вы глазами заходите, и просто находите там нужную вам информацию. Когда вам нужно все это автоматизировать, вам приходится разбираться, либо разбираться с сайтом, либо разбираться с API-шкой, читать документацию по API-шке, как-то пытаться делать какие-то запросы, пытаться понимать, как оно устроено. Но в данном случае хорошо, да, я знал, как работает вот этот вот механизм, связанный с продолжением вот этой 7 continue. Но это потому, что я уже не первый раз работаю с этой API-шкой, но если не знать, то приходится читать документацию, со всем этим аккуратно разбираться. Это не всегда получается быстро, но, как правило, получается. Впрочем, один раз мне прислали документацию к одному сайту с просьбой помочь разобраться с тем, как с этим сайтом работать с помощью API. То есть там было сделано API, но предполагалось, что им можно пользоваться, но человек, который мне это прислал, он не смог разобраться. Я сказал, хорошо, давайте я посмотрю, после этого он мне прислал документацию, которая представляла собой двухсотстраничный файл в Word, в котором были какие-то описания, каких-то запросов, каких-то полей, но не было ни одного примера. И я сказал, нет, я тоже не могу. Как не трудно догадаться, это был сайт, который был разрабатан каким-то из российских государственных ведомств. Ну, в общем, да, это был такой характерный почерк. Вот. Такое бывает, но все-таки встречается редко. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Никак нет. Так, хорошо. Давайте тогда покажу еще один пример. Работа с API, которая недокументирована. Дело в том, что у сайта вышки и есть своя API. Например, если зайти на страницу любого преподавателя, то у него есть расписание. И вот это расписание, оно на этой странице генерируется динамически. Если я эту страницу сейчас перезагружу, ну, хорошо, не перезагружу, давайте вот я сейчас тыкну по другой неделе, и видно, что расписание обновляется без перезагрузки страниц. Вот это я не по ссылке кликаю, а это прямо внутри страницы срабатывает некоторый скрипт, который подгружает новую кусточку расписание. И в какой-то момент я заботился переносом этого расписания себя в календарь, и сейчас на эту тему есть уже готовое приложение для всех основных платформ, а в тот момент не было. Я подумал, ну, как же так? Вот они данные, явно в более-менее машиночитаемом виде, и, наверное, их можно вытащить и перенести в календарь автоматически. И дальше я стал разбираться, как устроен этот сайт. Опять же, в инструментах разработчика есть, помимо того, что вы можете посмотреть в код, вы еще можете посмотреть на то, какие дополнительные запросы совершает страница, совершает JavaScript на этой странице. Вот здесь это делается в Network. И давайте сейчас еще раз посмотрим, и давайте я сейчас здесь очищу весь этот лог. Даже если я просто куда-то кликнул, видите, страница на самом деле делает какие-то дополнительные запросы, просто даже если я кликнул в какое-то место, и это место ничего, значит, это не ссылка. Но это, по всей видимости, не Яндекс.Метрика. Она отслеживает клики для того, чтобы потом как-то можно было улучшать сайт. Но давайте я кликну конкретно по расписанию, и вот здесь будет видно, вот смотрите, здесь видно, что происходят запросы. Кстати, можно посмотреть, какие запросы страница отправляет, и вот, собственно говоря, виден запрос к этому недокументированному API сайта вышки, и он устроен довольно просто. видно, что я запрашиваю с какой-то даты по какую-то дату. Значит, вот это, видимо, мой идентификатор, lecturer OID, и в ответ я получаю JSON, в котором как раз содержится информация про все события, которые у меня есть в расписании. Даже, кстати, информация, которая не светится здесь на странице. О, как прикольно, смотрите, все e-mail'ы поскрывали с сайта вышки, а вот здесь, вот в этом JSON-чике они все равно есть. Забавно. Ну, ладно. Вот. Давайте попробуем, кстати, здесь делается два запроса Classes. Интересно, чем они отличаются. Видимо, они отличаются вот чем. Да. Значит, здесь есть два разных Lecture ID, потому что есть я, который сотрудник кафедры высшей математики, а есть я, который сотрудник факультета математики. С точки зрения системы, это как бы два разных лектора, и поэтому видим, здесь в системе они отображаются именно вот такими двумя отдельными запросами. Кстати, вот, кстати, можно посмотреть на то, как запрос устроен, видите, здесь есть вот, например, та самая строчка User Agent, про которую я говорил в самом начале, про то, что я, когда делаю запрос, я представляюсь, говорю, что вот, здрасте, я браузер такой-то, такой-то, и всякие разные другие дополнительные информации здесь тоже есть, но она в основном техническая. Давайте попробуем воспроизвести тот же самый запрос. На самом деле, в данном случае он, скорее всего, будет простым, достаточно просто вот этот URL скопировать. Давайте посмотрим, что получается. смотрите, какая красота. Вот мое расписание. Можно его обрабатывать автоматически. Давайте мы сделаем это все-таки более симпатично. Значит, здесь не знаю, за что отвечает Receiver Type равняется 1. Так, это, видимо, строка. Так. и... Да, вроде работает. Может, теперь попробовать другие даты использовать? Ну-ка, интересно, если я попробую совсем какие-нибудь другие даты. Вот, скажем, не на неделю, а сразу на длительное время. Ну, да, что-то такое вроде получилось. Хотя, вряд ли это... Сейчас, что он мне вернул? Он мне вернул три занятия, но, возможно, что этих занятий нет дальше в сетке. давайте попробуем. Нет. Что-то не то. 0,1, 0,7. Если так... Ну, да. Вот видно, что эта пишка действительно возвращает мне кусок расписания, видимо, между двумя датами. Ну, и, в общем, дальше можно как угодно эту штуку обрабатывать. Ну, в частности, я в какой-то момент просто сделал штуку, которая мне вытаскивает эти данные из расписания и сохраняет их в другой формат, который используется для календариков. Есть формат iCalendar, ICS. Нет, это что-то не то. Он такой довольно странненький, он вот так вот выглядит. Но, значит, я просто сделал конвертер, который из этого JSON делает вот такой вот календарик, и дальше просто этот календарик добавляется в календарь на любом устройстве, и все готово. Вот. Ну, вот такие вещи тоже иногда приходится делать. Значит, иногда нужно не ждать милости от природы и не ждать, когда кто-то напишет документацию к API-шке, а просто попытаться ее, как говорится, reverse engineer, попытаться понять, как она устроена, как с ней работать, просто вот так вот изучая то, как она работает на самом деле. И сейчас это... Я в какое-то... Одно время я думал, что это довольно экзотический пример, но с течением времени у меня было все больше и больше случаев, когда вот таким образом мне удавалось вытащить какие-то данные с сайтов. Значит, это оказывалось гораздо проще, чем делать какой-то продвинутый веб-скриппинг с помощью инструментов управления браузерами, с помощью этого же Selenium. Но иногда не получается, потому что в данном случае сам себе способ работы вот этого скрипта, который подгружает это расписание, он был очень простой. То есть это был просто обычный один запрос с очень понятными параметрами. Такое бывает не всегда, довольно часто вот этот JavaScript, который работает внутри страниц, он может быть устроен очень сложно. И вполне возможно, что такой reverse engineering будет занимать больше времени, чем если вы сделаете что-то простое с помощью того же Selenium, про который мы как-нибудь поговорим в следующий раз через один. Вот. Ну вот, какая-то такая история. в следующем.